В Ульяновской области стартовал пилотный проект по двухпоточному сбору отходов. Это когда отдельно складывают вторичное сырье, пластик, металл, бумагу, картон, стекло, алюминий. То есть то, что можно переработать и потом дать вторую жизнь. И смешанные отходы, которые не перерабатываются, к примеру, пищевые. Насколько готовы ульяновцы к реформе чистоты, расскажет Элла Шахова. В нашем регионе продолжают внедрять новый способ сбора отходов. Их делят на разные фракции и отправляют в соответствующий контейнер. Такая практика уже существует в европейских странах. Ее основная цель — сохранение экологии. Эта тема актуальна и для России, в том числе и для нашего региона. Сейчас часто слышатся такие слова, как сортировка, вторсырье, вторичное использование отходов. Если раньше это было что-то абстрактное, то, начиная с 2019 года, наши компании по городу и по области стали выставляться в сетки для раздельного сбора пластика. В этом году пошли дальше. И в начале марта установили контейнеры по двухпоточному сбору отходов, как на улице Облокова возле дома номер 15. Первый поток — это так называемая мокрая фракция. Неперерабатываемые отходы. В основном органика. И второй поток — это сухая фракция, деловые отходы. Они перерабатываются и даже получают вторую жизнь, тем самым наглядно демонстрируя цикличную экономику, когда из отхода получают продукцию. Именно это сейчас объясняют волонтёры экоармии ульяновцам. Людям интересен этот вопрос, потому что вопрос экологии, он связан с жизнью человека. Мы этим дышим, мы с этим живём. Ну, помните, у нас зебра через дорогу делали. Люди переходили где-то, они же привыкли зебру, как бы, в нужном месте переходить. Я тоже к этому привыкну. Наверное. Важный момент. Каждый из двух видов отходов будут забирать разные мусоровозы и доставлять его каждый до своего пункта переработки и утилизации. Проект будет действовать в течение трёх месяцев. Этого времени должно быть достаточно, считают специалисты, чтобы понять, готовы ли ульяновцы к раздельному сбору отходов. Если да, то, возможно, снизится тариф. Второе — это, конечно же, дифференцированный тариф. Как только мы поймём объём отходов, который образуется у населения, а данный проект мы планируем реализовывать как пилот три месяца, то бишь квартал, и третье — показать населению, какой объём отходов именно перерабатываемых отходов образуется у них в их жизненном пространстве. Всего в регионе расположено 274 аналогичных площадок. Большая часть из них приходится на Ульяновск и Димитровград. Элла Шахова, Алексей Прохоров, Вести Ульянов.